Двигатель 2.0 G4KD, часто устанавливается на автомобиле Kia Optima, Kia Sportage, потом некоторые двухлитровые Kia Cerato и, соответственно, Hyundai-ское семейство, такие же одноплатформных машин. Буду ставить вариатор MicroLooch 3D-Hall, потому что здесь используются датчики положения коленвала и распредвалов, которые действуют на принципе холла. Сейчас сниму крышку, покажу основные подключения и расположения датчиков. Обычно для того, чтобы определить тип датчика, именно датчика положения коленвала, они бывают обычно двух типов. Это индукционные, как правило, имеют всего лишь два провода, и те, которые работают на принципе эффекта холла. Они обычно имеют три провода, соответственно, плюс, минус и сигнальный провод. Резать будем сигнальные провода. Значит, вот расположение серый разъем. Это датчик положения распредвала номер один, серый разъем датчик положения распредвала номер два. Соответственно, вы видите, что есть три провода. Потом я покажу схему. Значит, показываю провода, снимаете коннектор, разворачиваете его, грубо говоря, вот так вот. И, соответственно, справа налево красный, белый и серый. Это датчик положения коленвала два. Получается красный, белый и серый. Резать будем вот этот вот третий. Соответственно, в датчике положения коленвала резать будем точно так же сигнальный третий. Это розовый. Так не видно будет. И датчик положения распредвала номер один. Точно так же сигнальный датчик. Это синий с оранжевым. Тоже под номером три. Это вот здесь. Вот он. Получается первый. Вот подключение самого вариатора. Получается плюс 12 красный. Я буду брать от питания, которое идет на мозги ГБО. Вот этот синий провод подключается к проводу, на котором появляется плюс на управляющем клапане. Педаль можно не подключать. Соответственно, здесь понятно. Я показал сигнальные провода, которые будут резаться и те, которые будут резаться. И еще обязательно масса вариатора берется от, скажем так, общего провода массы, который идет на ЭБУ. Брать его будем с датчика положения коленвала. Ну и экран. Чтобы убрать помехи, как можно ближе нужно подключаться к датчику положения коленвала. И, соответственно, экран буду кидать на общий провод массы. Все три датчика я расчековал. И так снова. Вот это вот датчик положения распредвала номер один. Подключаться будем вот к этому проводу. Голубой с оранжевым. Датчик распредвала номер два. Подключаться будем, соответственно, к проводу серого цвета. Это вот этот вот первый. Слева направо. И датчик положения коленвала. Видно плохо. Датчик положения коленвала. Подключаться будем показать к розовому проводу. Первый получается вот этот. Пока просто подключил вариатор для того, чтобы проверить к плюсу, к минусу. Значит, подключил программу. Считал, какая прошивка записана. Ну и, соответственно, можно сейчас проверить. Это взять синий провод, кинуть его на плюс. И, соответственно, увидеть то, как работает вариатор. То есть переход его на газ. Все, собираем дальше.